Всем привет! Вы сталкивались с проблемой трудного засыпания у вашего малыша. Задумываетесь ли вы о том, что неправильно подобранный матрас отрицательно влияет на осанку ребенка? Задаетесь ли вы вопросом качество материалов, из которых сделан матрас? Если да, то вы обратились по адресу. С вами снова Анастасиева на канале BabyGo. И сегодня я попробую помочь вам разобраться в нелегкой проблеме выбора лучшего матраса для вашего малыша. Поехали! Первые месяцы жизни новорожденный проводят на руках у матери и в кроватке. А значит, спальное место должно быть безупречным. Недооценивать роль матраса в развитии ребенка не стоит. По мнению педиатров, новорожденные и чуть подросшие дети должны спать в глубокий спокойном сном не менее 16-18 часов в сутки. Кроме того, в первые месяцы жизни у малышей формируется позвоночник. Именно поэтому так важно выбрать правильный матрас для новорожденного. Итак, разберемся, какими бывают детские матрасы. В чем их отличие? Какова их роль? На сегодняшний день в магазинах представлен огромный ассортимент детских матрасов от различных производителей. На что стоит обратить внимание при выборе матраса для новорожденного? Давайте рассмотрим критерии, по которым следует выбирать матрас. Размер матраса. Прежде всего, он должен соответствовать размеру кроватки. Если выбрать матрас меньше, то он будет постоянно съезжать, а если больше, то он не сможет выполнять свои ортопедические функции. Поэтому перед покупкой обязательно уточните размеры кроватки для вашего малыша. Ему должно быть удобно и комфортно, во движении должны быть стеснены. На сегодняшний день стандартным размером считается 120 на 60. Но если вам в подарок досталась кроватка 10-летней данности, то лучше предварительно измерить ее, чтобы не ошибиться при выборе матраса. Жесткость матраса. Дети рождаются с еще не до конца сформировавшимся позвоночником. В отличие от взрослого, у них позвоночник не имеет S-образного изгиба, он полностью прямой. Изгиб позвоночника у детей формируется только 2-3 годам. Вот почему так важно подобрать матрас с правильной жесткостью. Врачи категорически запрещают спать детям до года на мягком матрасе, в избежание искривления позвоночника. Лучше всего для этого периода развития ребенка подобрать жесткий или умеренно жесткий матрас. Наполнители для матраса. Именно от наполнителя матраса зависит его жесткость, экологичность, комфорт и удобство. Состав матраса не должен быть полностью натуральным, вопреки распространенного его мнению. Как правило, аллергии вызывают и натуральные компоненты. Так что оптимальные варианты будут комбинированы в состав матраса. Хороший матрас должен дышать и не вызывать аллергии у ребенка. Наполнитель матраса не должен выделять вредные испарения, притеслеживаться. В этом плане отлично себя зарекомендовали такие наполнители, как кокосовая кора, хлопок, ботин, холофайбер, лен и шерсть. К сожалению, натуральный наполнитель матрас встречается довольно редко. И, как правило, это дорогие модели. Это начинка из конского волоса, морских водорослей, латекса. В более дешевых матрасах эта начинка идет в сочетании с искусственной пропиткой. Но не всегда натуральный наполнитель матраса это плюс. Например, шерсть или натуральный латекс могут вызывать аллергии у детей. Такие экологичные материалы, как шерсть, волок, деревянная стружка, солома, после нескольких протеканий могут начать преть и разрушаться. Матрасы с кокосовой корой, несмотря на натуральность, через некоторое время начинают преть, слеживаться и приобретают бугристую поверхность. Для ребенка будет чрезвычайно полезным, если чехол матраса и его наполнение обработаны специальными пропитками. Антимикробный, противогрибковый, противоклещевой, пилизащитный, противопожарный. Данная информация обычно указывается на упаковке матраса. Поверхность матраса. Чтобы выбрать качественный матрас для новорожденного, стоит также присмотреться к его наружной поверхности. В более дешевых матрасах чехол сшит из простой ткани, биоситец. Такая ткань недолговечна и очень быстро изнашивается. Самым лучшим вариантом для чехла матраса считается жаккард. Он состоит из смеси, хлопка и синтетики. Такой чехол прослужит вам намного дольше. Также советую приобрести на матрасник непромокаемую пеленку. Они защитят матрасы от протекания и пыли. Очень практичными являются двусторонние матрасы. В таких матрасах одна сторона выполнена из теплых материалов, а вторая из более прохладных, так как хорошо пропускает воздух. Для зимней стороны обычно используют шерсть, которая обладает влагоотталкивающими свойствами, является натуральным изоляционным компонентом. Шерстяная ткань хорошо сохраняет тепло. Для летней стороны идеально подойдет хлопок. Жаккард, который используется для летней стороны матраса, хорошо пропускает воздух. Он имеет нескользящую поверхность и влагоустойчив. Комбинированные матрасы зима-лето состоят из двух наполнителей. Для зимней стороны используется латекс, а для летней используется кокосовый наполнитель. Одним из важных достоинств таких матрасов является их универсальность. Когда малыш подрастет и ему будет некомфортно спать на жестко-кокосовой поверхности, матрас можно перевернуть на более упругую латексную поверхность. В завершении несколько советов по выбору и уходу за матрасами для новорожденных. Для лучшего воздухообмена в матрасе выбирайте ламильные речные основания в кроватке. Так как малыши очень чувствительны к неровностям спального места, чехол матраса должен быть из натуральных материалов и иметь как можно меньше швов. Так как малыши продолжительное время проводят в своей кроватке, матрас должен быть всегда хорошо проветренным, чистым и сухим. Это предотвратит аллергию. Не допускайте вмятины пролежни на матрасе, так как это может быть причиной искреления позвоночника. Чехлы на матраснике всегда должны быть свежими, поэтому как можно чаще их стирайте. Матрас нужно периодически переворачивать с одной стороны на другую. Для лучшей службы матрас нужно переворачивать не менее 4 раз в год. Это делается для того, чтобы обеспечить доступ к воздушкам к матрасу, чтобы на поверхности матраса и внутри матраса меньше накапливалась пыль, а это в свою очередь препятствует размножению пылевых клещей, для того, чтобы наполнитель матраса не проминался, не слежился и в свою очередь не разрушался раньше времени. Если у матраса одинаковая мягкость с двух сторон, то его необходимо переворачивать как минимум раз в 3 месяца, при этом меняя не только стороны, но и сголовье с изножьем. Если матрас имеет разную мягкость, одна сторона жестче другой, то его необходимо переворачивать в соответствии с возрастом малыша, но при этом не забывая менять изголовье с изножьем. И напоследок, чтобы не быть обманутым при покупке детского матраса, воспользуйтесь следующими рекомендациями. Требуйте полное описание со ссылками на сертификацию наполнителя, особенно кокосового. Элементарно понюхайте матрасик. Если от него пахнет резиной, воздержите за такой натуральной покупки, вас просто обманывают. Рассягните молнию, изучите слои матраса. Если кокосовый другой натуральный наполнитель крошится, его волокон осыпается, то выберите другое изделие. Если кокосовый наполнитель не является для вас принципиальным пунктиком в выборе матраса, то выберите другой наполнитель. Но в заключении хочу вам сказать, что не стоит пренебрегать вопросом выбора матраса. Правильно подобранный матрас служит вам хорошей службой, наоборот. Ну а с вами на канале BabyGo была Анастасия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь найдете множество развивающих игр для вашего ребенка, а также полезные советы для молодых мамочек. Оставляйте свои комментарии и ставьте пальчики вверх. Делитесь данным видео с вашими друзьями, которые еще не определились с вопросом выбора матраса. Конечно же, обязательно смотрите мои предыдущие видео с советами о том, как выбрать одежду новорожденного малыша и как правильно надо приучать ребенка к горшку. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok